Дресс-код Нужно в первую очередь овладеть языком мелочей. Начнем с мелочей покрупнее, а именно с костюма, точнее с его расцветки. Черный остается незаменимым как цвет смокинга для дресс-кода Black Tie и фрака для дресс-кода White Tie для приемов и прочих вечерних торжественных мероприятий, а также для траурных церемоний. При этом он очень ограниченно встречается в других ситуациях делового общения. В менее официальных ситуациях лучше его комбинировать, например, с серым. Черный пиджак, серые брюки или наоборот. Плюс однобросская деталь, например, галстук. Это создает авторитетный, властный имидж. Темно-синий цвет. В зависимости от цвета кожи, глаз, волос, хорошо варьировать оттенки. Одни способны сделать ваш образ изысканным, другие упростят. Мужчина в костюме этого цвета производит впечатление классического бизнесмена. Но в зависимости от расцветки рубашки и галстука может казаться располагающим и внушающим доверие, если рубашка в светлых тонах, и строгим, официальным, если надета белая рубашка. Серый цвет. Изысканность и корректность. Вот слагаемые костюмов этого цвета. Многообразие возможностей для создания комбинаций с другими цветами делает серый цвет универсальным и способным придать сдержанный классический имидж. Бизнесмен производит впечатление человека, стремящегося повысить свой индивидуальный статус и обрести максимум свободы действий. Светло-серый, бежевый, лунный. Таков, пожалуй, небольшой выбор цветов для мужских костюмов в теплое время года. Исключения составляют строго официальные ситуации, где предпочтительны темные расцветки. Кажущееся однообразие может разбавить размытая полоска или едва заметная клетка. Кстати о них. Костюм в клетку или в полоску. Чем интенсивнее, крупнее рисунок, тем имидж менее деловой, скорее стильный, повседневный или спортивный. Идя на работу, все же отдавайте предпочтение неброской, глухой расцветке. Пример тому костюм принцуэльский, который идеально подходит для работы. Он менее суров с виду, чем однотонные костюмы и менее торжественный, чем костюм в полоску. Элегантный, удобный, на все случаи жизни, кроме, пожалуй, вечера. Это один из базовых костюмов, хорошо скомпонованного мужского гардероба. Если материальные возможности не позволят приобрести этот респектабельный наряд, но костюм в клетку все же вам по сердцу, то выбирайте корректный рисунок, помня, что размытый рисунок легче носить, чем четкий. Предпочтительнее однобортный пиджак, а костюм тройка особенно совершенен. Костюм этот носят только днем, причем надевают его с однотонными рубашками, с черными и коричневыми туфлями. И, конечно, с однотонными носками. Следующий вопрос, о котором мы поговорим, это разбивка в цвете брюк и пиджака. Для мужчин представительских профессий от этого лучше отказаться или ограничиться лишь светскими ситуациями. В бизнес-среде, здесь мы исключаем служителей искусства, науки, просвещения и модельного бизнеса, разный цвет брюк и пиджака снижает имидж управленца до уровня торгового или рекламного агента, некоего коммерческого представителя, работающего в провинции. Итак, наряд бизнесмена состоит из костюма, рубашки и галстука. При этом цветовая формула наряда будет такая – однотонность, рисунок, однотонность. Так, если костюм и рубашка однотонные, то галстук с рисунком. Если костюм с рисунком – полоску или в клетку, тогда галстук и рубашка должны быть обязательно однотонными. Возможны и другие варианты. Например, костюм без щеткой выраженности рисунка, размытая полоска, например, и галстук с довинирующими по интенсивности полосками. Или костюм в неяркую крупную клетку из тонких линий и галстук с некрупным, негустым рисунком, например, в крапинку. Но такие вариации требуют не только особо тонкого вкуса и большого опыта, но и правильных черт лица. Что касается фасона костюма для офиса, то исключены стильные и авангардные версии. Например, удлиненные пиджаки суртучного сипа без воротничков или с воротником стойка. Допустимы же однобортные и двубортные варианты. Однако лучше остановить свой выбор на однобортном пиджаке. Дело в том, что двубортные пиджаки обычно стремительно входят в моду, кажутся фронтоватыми, но также быстро утрачивают свою актуальность. Ни одно и ни другое бизнесмену допускать нельзя. Кроме того, двубортный пиджак имеет противопоказания. Он полнит и зрительно укорачивает рост. Костюм тройка раньше считался старомодным. Его обладатель рисковал выглядеть чересчур консервативным. Однако сейчас тройка снова в моде. Такой костюм выглядит более дорогим, поэтому его обладатель будет производить впечатление человека, которому не жалко отдать дополнительную сумму за завершенность и респектабельность своего образа. Мужчины покупают одежду необходимую, удобную, практичную, универсальную. Жилет как раз и отвечает всем этим требованиям. В выборе тканей и покроя жилета ограничений нет. Так что если вы пришли на работу в костюме из тонкой шерсти, а вечером собираетесь, например, в театр или на светский прием, можете шерстяной жилет сменить, например, на шелковый. Что касается расцветки, то приемлемы следующие варианты. Могут присутствовать цвета костюма или же контрастные цвета относительно цвета пиджака и брюк. Но в этом случае галстук подбирается не броски по цвету и максимально приближенной к костюмной ткани. Комплект жилет-галстук из одной ткани смотрится примитивно и нарочито. Итак, с цветовой гаммой мы, кажется, порядок навели. Двигаемся дальше. Покрой брюк. Необходимо выбирать традиционный, классический, не узкий и не расклешенный. Карманы не должны оттопыриваться. Брючный ремень либо подтяжки обязательны, даже если брюки прекрасно держатся. Ремень должен быть самой темной частью вашего гардероба. Когда вы стоите, сзади брюки должны доходить до каблука ботинок. Впереди же закрывать верхние отверстия для шнурков. Над подъемом образуется мягкая складка. Манжеты необходимы, если брюки сшиты из тонкой ткани. В противном случае они придают костюму консервативный вид и слегка укорачивают рост. Поэтому мужчинам маленького роста лучше от них отказаться. Высокоавторитетными тканями считаются гладкая шерсть, комбольная шерсть и твит. Синтетические и натурально синтетические ткани имеют, пожалуй, единственное преимущество. Они не мнутся. Но в них жарко летом и холодно зимой. Кроме того, они впитывают запахи, требуют частой чистки, начинают провисать после нескольких носок и в итоге создают негативный имидж. На заметку. Если вы игрок высшей лиги, запомните. В офисе носят только светлые рубашки. Если на вечер намечены торжественные мероприятия, нужно надевать исключительно белые рубашки. Отказываться от них не стоит и днем, в официальной обстановке деловых встреч. Переговоры, презентации, приемы. В иных ситуациях вы можете отдать предпочтение рубашкам светлых тонов, удачно сочетающихся не только с цветом костюма, но и с цветом кожи, глаз и волос. Это могут быть рубашки цвета небеленного льна и бледно-лимонные к темно-синим костюмам, леденистые голубые, самые светлые и металлик к костюмам серого и синего спектра, светло-бежевые, кремовые, светло-аквамариновые и выцветшие сирени к бежевым и к некоторым оттенкам серых костюмов. Чем интенсивнее цвет рубашки, тем более она утрачивает универсальность делового имиджа, становится повседневной и более подходящей к спортивным жакетам и одежде для активного отдыха. Каким же должен быть фасон выбранной рубашки? Рубашка для бизнеса только с отложным воротничком. Воротники с закругленными концами более всего годятся в случае, если во главу угла вы ставите элегантность. Но смотрятся они не очень консервативно и имеют явно выраженный стильный имидж. Это же касается воротничков, отличающихся по цвету от рубашки. Рубашки с пуговицами на воротничке – вариант повседневный или спортивный. Рубашки с короткими рукавами пригодятся только для прогулок и активного отдыха. Менеджер небольшой фирмы, если находится среди своих коллег, по-видимому, может снять пиджак, но остаться в рубашке с длинными рукавами. Так он будет выглядеть профессионально и респектабельно. А если уж слишком жарко, лучше засучить рукава, чем надеть рубашку с коротким рукавом, которая никогда, как бы дорога она ни была, не воспринимается как показатель преуспевания человека и выдает низкое социальное происхождение. Ну что же, на этом с крупными мелочами мы и закончили. А впереди разговор о небольших, но очень важных друзьях мужского дресс-кода. И возглавляет список таких нюансов и мелочей? Правильно. Галстук. Галстук – важнейший аккорд в стилевом ансамбле костюма. Относитесь внимательно к выбору этого аксессуара, ведь он – пропуск в общество, где вы должны занять положение, соответственное своим способностям и стремлениям. Ширина галстука должна быть равна ширине лацканов пиджака в средней части. Ткань галстука обязательно соотносится с тканью пиджака. Костюмы из легкой ткани – галстуки из тонкого шелка, в то время как с плотными теплыми тканями пиджака согласуются плотные галстуки – тонкие шерстяные или из плотного шелка. Бесспорный лидер галстучных тканей, конечно же, шелк. Идеальная длина галстука – до середины пряжки ремня. Галстук может быть чуть длиннее, если мужчина высокий, и чуть короче, если мужчина маленького роста. Разница на 1-3 сантиметра. Это будет смотреться пропорциональнее и поможет скорректировать рост. Размер узла на галстуке зависит от черт лица, ширины воротника рубашки, величины рисунка на галстуке. Так, при крупном носе, тяжелом подбородке и крупной голове узел, несомненно, должен быть крупным и соразмерным одновременно широким воротником рубашки. Рисунок крупный. При мелких чертах лица нужно выбирать рубашки с узким воротником и завязывать некрупный узел на галстуке мелкой расцветки. При выборе расцветки галстука во главу угла ставьте традиции мира бизнеса. Цветовая гамма, созвучная неярким оттенком драгоценных камней, вполне впишется в регламент делового костюма. Лишь иногда рискованность расцветки галстука возмещается строгостью костюма. Галстук-бабочку только белого или черного цвета носят под смокинг или фраг. Цветные же бабочки надевают лишь представители модельного и шоу-бизнеса. Иногда мужчин занимает дилемма. Стоит ли развязывать галстук, снимая его? Если галстук сделан из недорогого материала, узел желательно не развязывать, а снимать галстук через голову. При этом деталь нашего туалета дольше сохраняет свежий вид. Если же материал галстука позволяет обращаться с ним менее церемонно, лучше всякий раз узел развязывать. Настала пора оставить галстук и опуститься взглядом на пару сантиметров ниже, заглянув в карман пиджака. Там мы найдем повод для краткого разговора о следующей важной мелочи – карманном носовом платке. Эти платки могут быть шелковыми, хлопчатобумажными или льняными. Платок может выступать на полтора-три сантиметра, но не более. В официальной обстановке допустимы только белые платки. Цветные же предназначаются правилами дресс-кода для деловых, неофициальных ситуаций и светской жизни. Необходимо строго соблюдать следующие нехитрые, но очень важные правила. Итак, внимание! Галстук и платок не должны быть одной расцветки. Нагрудный платок – это исключительно вечерний аксессуар. То, как будет сложен платок, также отразится на вашем имидже. Ровная горизонтальная полоса создаст впечатление уравновешенности и покоя. Один уголок придаст вашему имиджу неповторимость и динамику. Несколько острых кончиков воспринимаются как допустимое легкомыслие. Иногда это необходимо, чтобы скрасить нашу внешность или соответствовать неформальной обстановке. Форма бутона же удачно скорректирует лицо с жесткими суровыми чертами, а также смягчит имидж, сделает его более располагающим. Ну и, наконец, менеджер высшего звена, несомненно, должен отказаться от куртки и носить пальто и плащ. Цвет лучше выбрать приглушенный, спокойный. Плащи предпочтительно серые и бежевые. Темный или темно-синий или черный плащ следует приобрести в том случае, если вы часто бываете в составе официальных делегаций и принимаете участие в строгих протокольных мероприятиях на открытом воздухе. Проводы и встречи в аэропорту, возложение цветов к памятнику и так далее. Облачаясь в деловой наряд, незыблемо придерживайтесь следующих правил. Носки должны быть настолько высокими, чтобы никогда не была видна голень, даже если вы сядете в низкое мягкое кресло. Они должны плотно сидеть на ноге, а не спускаться складками. И, наконец, носки должны быть выбраны исключительно однотонные. Или под цвет обуви, или под цвет брюк. Причем последние предпочтительные. Помните знаменитый кадр из второй серии фильма «Москва слезам не верит» – знакомство в электричке? Героиня Вера Алентовой в первую очередь обращает внимание ни на лицо героя, ни на внешность в целом. Ей не понравилась грязная обувь. И это не случайно. Именно обувь зачастую является показателем наличия стиля и вкуса у ее обладателя. Безусловно, о чистоте речи не идет. Понятно, что с точки зрения дресс-кода, да и просто уважения к собеседникам, все должно, как сказали бы, блестеть. Речь идет о правильном выборе самой обуви. Итак, материал для достойной мужской обуви – только кожа. При этом подошва из искусственного материала практичнее, потому что не скользит и не протирается так быстро, как кожаная. Обратите внимание только, чтобы она не была чрезмерно тяжелой и толстой. Зимней обувью сложнее. Нужно подбирать аккуратные модели, которые будут изящно и достойно смотреться и в офисе, и на деловой встрече. Итак, наш долгий разговор о нюансах мужского костюма завершен. На самой нижней его точке, так сказать. И теперь самое время поговорить кратко о нескольких небольших, но важных нюансах, которые позволят и дамам выглядеть безупречно. Еще раз подчеркиваю о нюансах, ибо об основах мы говорили в нашем прошлом выпуске. А для этого предлагаю перескочить из нижней обувной точки в верхнюю шляпную. Шляпы идут не всем. Не всем, так как принцессе Диане. Одних они украшают, других, увы, портят. Много здесь зависит от роста и формы лица. Так, например, тому, у кого слишком высокий рост или узкое лицо, то следует покупать шляпу с низкой тулей. Для округлого лица лучше высокая шляпа с мягкими опущенными полями. Шляпа с узкими полями особенно к лицу людям невысокого роста. Перчатки, головной убор, шарф и платок по фактуре, цвету и рисунку должны подходить к остальным деталям туалета. Светло-коричневые перчатки мужского кроя лучше всего подходят к темно-коричневому или серому зимнему пальту. Черные перчатки надевают только к очень темному пальто. Нитяные и прочие тонкие перчатки, элегантные, часто оделанные рюшем, дамы надевают лишь к легкому летнему пальто или к стильному французскому костюму. Такие перчатки, как вы понимаете, ни в коем случае не подойдут к менее изысканной одежде, например, к спортивному костюму. К нему лучше всего подобрать матерчатые или кожаные перчатки нейтральных тонов. Мода, какой бы постоянной она ни казалась, неизбежно меняется. Наши представления об элегантности, красоте и привлекательности внешнего облика человека тоже меняются. 70 лет назад миловидность женщины определял профиль, большие глаза, пышные волосы. Наибольшим успехом пользовались в это время женщины, носившие тонкие нежные руки, филигранные ступни и цвет лица спелого персика. В 20-х годах 20-го века в связи с изменением длины юбки наибольшее внимание стало обращаться на ноги. Особенно привлекательными считались длинные стройные ноги, а ступням разрешено было быть несколько большими. Стройность ног радует глаз и в наши дни. Гораздо меньше, значит, теперь естественный цвет лица. Косметика творит чудеса. Такие отдельные детали, как величина и форма глаз, уже не имеют решающего значения. Конечно, крупные глаза и густые пышные волосы – великий дар для женщины. Но если природа того не дала, не стоит огорчаться. Особенно если речь идет о волосах. Парикпахерское искусство в наши дни достигло великих высот и успешно восполняет недостатки самого среднего материала. Что же сегодня самое важное? Наверное, это силуэт, общее очертание фигуры. Стройность фигуры, модные современные линии одежды являются здесь определяющими моментами. Имеют немалое значение для целостного облика жесты, походка, прическа и обувь. Врожденные несовершенства, большой нос, слишком высокий или маленький рост, в мужском варианте лысины или отстающие уши, не должны мешать быть элегантными. Например, веснушки выглядят очень мило, а очки в современной хорошей оправе даже украшают. Женщина может носить к ним клипсы, шляпу. Полнота мешает, верно, но и она не является непреодолимой преградой. Один из основных секретов элегантности – это удобство нашего костюма. Возможность чувствовать себя в нем спокойно и свободно. Одежда не должна стеснять движений, мешать нагнуться или поднять руку, словом, нуждаться во всевозможных подтягиваниях и одергиваниях. Чем меньше костюм напоминает о себе, тем лучше. Дама, сидящая в гостях в наполовину снятой изящной туфельке, только потому что туфелька жмет, выглядит гораздо менее элегантной, чем она бы хотела. На любом приеме, включая домашний и официальный, следует взглянуть на себя в зеркало только тогда, когда придется снимать пальто и головной убор. Еще раз поинтересоваться своим отражением можно, только одеваясь перед уходом. Если же все-таки появится необходимость заняться собой подробнее, уединяемся в туалет или в ванную комнату. Мужчина, закидывая ногу на ногу, не должен подтягивать штанину так высоко, чтобы выше носка была видна голая нога. Женщина, садясь, не приподнимает платье или пальто. И еще нюанс. Чтобы уметь правильно подбирать костюм, надо овладеть знаниями о цвете, точнее о тех его особенностях, которые незаметны на первый взгляд. Итак, какой же цвет старит? Черный? Да. И не только потому, что это цвет траура. Дело в том, что на его фоне лучше видны морщины. Они же становятся менее заметными, если лицо освещено снизу. Именно этой особенностью определяется эффект белого воротничка, белой кофточки или белой мужской рубашки. А вот свет, идущий сверху, всегда подчеркивает морщины. Поэтому, если женщина хочет хорошо выглядеть на приеме, она не должна выбирать место под потолочной лампой. Вскрывают морщины блестящие клипсы. Такую роль играли некогда бриллиантовые бутоны-серьги. Выгодно освещает лицо желтоватый и розовый свет. А вот лампы дневного света, к сожалению, мало кому прибавляют свежести. Никого не молодят и давние атрибуты туалетов прежних поколений. Даже если они опять вошли в моду. Эффектно будет выглядеть молодая девушка, одетая под бабушку. В кружевной кофточке с жабо, со старинными часиками на цепочке, в сапожках из той эпохи. Женщин уже после 30, ну, или, скажем, после 35, все это уже старит. И еще. Женщины не должны одеваться исключительно для того, чтобы сразить приятельницу. Стоит, ну, хоть немного принимать в расчет и близкого мужчину. Вполне оправданным будет стремление одеваться так, чтобы в первую очередь понравиться ему. Вот мы с вами и прошлись по всему гардеробу, по основам и по нюансам. Через неделю нам предстоит поговорить о том, как вести себя на следующем этапе и не испортить, а лишь улучшить прекрасное впечатление, произведенное вашим внешним видом, с помощью безупречного поведения и, как раньше говорили, обращения. Как вы уже догадались, тема следующей передачи – некоторые разделы этикета или несколько основных правил вежливого поведения в обществе. А мне разрешите обратиться к вам со словами благодарности и прощения. До нашей следующей встречи. С вами была Юлия Дубинская. Всего вам самого доброго.